Всем привет! Это видео не очень обычный формат для моего канала, это подкаст. Мы поговорим со студенткой физического факультета, вот здесь вот в Англии, Катериной, о учебе в английском университете. Я начал снимать с ней давно, еще когда она была первокурсницей. Ну и, в общем-то, отслеживаем ее историю. Поговорим про вирус, который бушует в мире, про то, как он отражается на учебе в университете. Поговорим также непосредственно про саму учебу Кати в университете. Может быть, немножко затронем финансовые вопросы, как здесь студенту, что во что обходится. И также Катя просто покажет нам свой дом и условия, в которых здесь живут студенты. Если вам это все интересно, то поехали! Привет, ребята! С нами сегодня опять Катя. Кто не знает, она студентка, увлекается астрофизикой, ну и, в общем-то, обучается на физическом факультете здесь, в Англии. И в этом видео я бы хотел с Катей обсудить разные аспекты ее здесь учебы. Мы с ней давно начали снимать ее историю, вот, и кто-то, кто начал смотреть, еще знает там ее мысли, думки еще на первом курсе. Катя, вот расскажи, как вот эта сейчас ситуация в мире повлияла на учебу непосредственно у тебя? То есть как вас? Отправили или всех домой и стали через там Zoom или через какую-то платформу вести уроки? Ну, нас вообще первее, чем другие университеты отправили, то есть у нас, по-моему, на неделю раньше, чем начался прям этот локдаун. Карантин. Да, карантин, закрыли. И первую неделю у нас ничего не было, потому что для людей это было, типа, мы не знаем, что сейчас с этим делать. И поэтому у нас только первые, наверное, четыре дня не было никаких лекций, ничего, просто мы как-то повторяли. А потом на следующей неделе уже начались лекции онлайн, не в Zoom, а в другой там программе, ну, онлайн все равно. Вот, то есть, да, помимо, то есть, когда у нас должна была быть лекция оффлайн, в это же время просто онлайн мы подключаемся, слушаем, все. А лабораторные какие-то были у вас? У меня не было лабораторных. Ага, все, теория. Ненавижу. Ну, хорошо. Ну, а как тебе вот в целом, как это удобнее показалось, там, сидя дома? Конечно, конечно. А ты включаешь камеру, когда идет занятие? Нет, нет, нет. Нет, нет, у нас не включают, у нас, мы должны выключить камеру, выключить... А вы даже должны это сделать? Ну, да, чтобы не мешать. Ага. И замьют, типа. Ну, свой микрофон понятно только, когда вопрос есть. Ну, не знаю, мне вот просто тяжело, я тоже сейчас вынужден преподавать удаленно, и мне чуть-чуть тяжело, когда я вообще не имею обратной связи от аудитории. То есть, только комментарии там в чатике сбоку. Это да. А вот эмоции, там, кто что там в фейсбуке сидит или там, знаю, с подружкой целуется, то есть, непонятно, что там происходит со стороны. Ну, замьютить, то есть, нужно по-любому, но насчет видео у нас просто никто не включал, я думаю. Ну, да. Он просто так пошел, вот. Поэтому, ну, это намного... Ну, лично для меня это намного легче, но я знаю, что мои однокурсники, наоборот, это не любят. Ага. Потому что просто атмосфера сама, когда сидишь на лекции, ты сконцентрирован, тебе кто-то рассказывает, ты прям сидишь, занимаешься. А дома это очень тяжело, когда ты там и спишь в одном месте, это делаешь, и тяжело, в общем, людям было сосредоточиться. Но для меня наоборот. Да? То есть, ты бы вот онлайн так бы и училась? Я наоборот, ну, естественно, я бы училась как-то и так, и так, потому что всё-таки иногда не хватает как-то на лекции поговорить, обсудить что-то, вживую именно. Да. Но для меня это было прям, прям наоборот, удобнее, потому что я утром просыпалась, там 9-й, 9-й лекции открываю и занимаюсь. Вот для меня, я могу сказать, вот как лектора, для меня было, очевидно, менее стрессово. То есть, ну, это же всё-таки тоже, да, знаешь, там ты выходишь перед аудиторией, там рассказываешь. Когда ты сидишь просто у себя в комнате, да, там, и вот именно по эмоциональной нагрузке это легче. То есть, в конце, так я выхожу с лекции, у меня там адреналин, у меня прям, ого, мне надо пойти пройти, знаешь, там, подышать воздухом. А тут, ну, совершенно спокойно. Но, с другой стороны, вот я говорю, в течение лекции без обратной связи вот это тяжело, потому что ты не понимаешь, как оно, зашло, не зашло. Вот как тебе кажется именно твоя вовлечённость в лекцию, да? То есть, вот, как бы уровень, ну, материал-то прошли, а вот насколько он усвоился тобой? Или тебе нормально? Ну, на лекции оффлайн я ходила редко, потому что мне было лень туда ходить, да. Потому что у нас всё выкладывают, и мне, наоборот, просто мне... Ты имеешь в виду письменные материалы? Да. Легче наутс? Да, мне дома намного продуктивнее заниматься, чем там. Я не знаю, почему, но наоборот, для меня дома... Поэтому на меня это работало, в карантине, вот это всё. Но, не знаю, это как бы от человека зависит, продуктивнее или нет. Ну, ладно. Ну, вот, как бы на твоём канале в интервью я сказал, что вот у нас большая часть экзаменов сделали как, ну, по-русски было бы там реферат или отчёт, люди должны дома сделать. Или там экзамены, те же вопросы дали, что были бы на экзамене, но они дома там делают в течение 48 часов вместо 2 часов в классе под наблюдением. А у вас в целом вот как прошли экзамены? В каком формате и как вы их делали? Ну, у нас... То есть у всех были разные предметы, потому что у нас уже идёт специально, всё такое. Но, например, у меня было 3 предмета. Программирование у нас, в принципе, оно и так было без экзаменов, ничего не изменилось. По вселенной, юниту вселенной, у нас должен был быть экзамен, но просто его сделали дома. То есть те же задачи, если должны быть на экзамене, просто вместо полтора часа нам дали 3 часа, и всё. И, ну, естественно, типа closed book, люди могут подсматривать. А под камерой или нет? Нет, нет. То есть просто публикуются задания, и в течение 3 часов надо загрузить свой файл с результатами. Ну, просто параллельно у нас есть люди, ну, профессора, которые всегда available, всегда могут помочь, если есть проблемы. То есть можно зайти к ним в комнату онлайн, как бы спросить. Но так, чтобы за тобой следят, нет такого. Ага, понятно. Ну, вот интересно, зрители, напишите в комментариях, как у вас проходило. То есть я себе примерно представляю, как устный экзамен, да, то есть там действительно можно всё так же хорошо проверить и удалённо. Ну, один на один, там, общаешься с профессором. А вот так вот письменно, как это всё? Ну, естественно. Ну, это тоже зависит от человека. Это зависит от предмета. Потому что в некоторых предметах ты можешь, в принципе, приносить с собой лист А4, материал. То есть то же самое и здесь. То есть там ты в реальном мире, у тебя какая-то задача, ты полезь в интернет, какую-то информацию узнать и всё. Ну, то есть, мне кажется, это зависит от предмета, от всего. Просто если это вопрос, типа, зазубрить, то да, ты можешь просто загуглить сразу и ответить. А, ну вот ещё, кстати, у меня был предмет квантовая физика. И там тоже должен быть экзамен, но делали как раз-таки этот отчёт. Типа первая половина задачи, вторая половина нужно было написать ревью по теме. А в целом, вот как у тебя по оценкам получилось выше или так же, как и если бы ты в классе сдавала? Ну, вот как твои ощущения? Дало преимущество то, что ты из дома делала? Я не знаю, но мне кажется, да, потому что я чувствовала себя более как-то расслабленной. Не знаю, ну, вообще у меня никаких нету, не было нервов, вообще абсолютно, как будто я просто для себя это делала. Вот, но с другой стороны, именно подготовка к экзаменам хуже именно онлайн, потому что если бы было оффлайн, я могла бы прийти, спросить, всё такое. Да, ну, а так, мне кажется, так же, как и в любом случае. А ты не видел видео в интернете такое, там такой папа, дочка плачет там, и папа, ты там что, ты там это, ты понимаешь, это же удалённый экзамен, ты могла списывать. И такая дочка такая, так я списывала. И папа такой, знаешь, с ними до умений таком, и ты всё равно получила пятьдесят триста. Пятьдесят триста. Не, ну так вот, знаешь, он прям искренне, ты списывала, то есть ты списывай, ты получила пятьдесят три процента. Ну, вот это вот списывало, не списывало, это вот то же самое, что от предмета. Если, например, не знаю, наверное, это, скорее всего, в медицине, когда, я не знаю, но, например, спрашиваю, за что отвечают, это кое-что. Ну да, да, да. Ты можешь загуглить. А физики, например, рассчитайте вот это вот, и тебе не будет готовая задача онлайн, потому что она сами придумывает. И поэтому, как бы, тут ты, ну ты можешь спросить у своих студентов, но у нас никто не переговаривался. Ну да, ну или нанять профессионала, который знает эту тему. Ну, профессионала, я не знаю, ну, возможно, кто-то это делает, но мне кажется, им это просто не надо деньги тратить ещё. Ну, может быть. Потому что им просто корочка нужна, и всё. Ну, а смотри, а что вам обещают вот на следующий учебный год? В каком формате всё будет проходить? Ну, у нас должен... Обычно начинается учебный год в середине сентября, но в этот раз 5 октября начинается, то есть на две недели позже. И у нас будут лекции онлайн, всё по-прежнему дистанционно, но лабораторные или какие-то маленькие семинары будут на кампусе. Ну, вот я знаю, сейчас мы у Кати в гостях, то есть вот ты снимаешь здесь с друзьями дом. Там вот несколько комнат, у каждого своё жильё. А вот знаешь ли ты, кто живёт в общаге? Вот эта университетская общага, то ради чего многие едут в университет? Она будет открыта? Да, да. Она, я читала, всё будет открыто. Да. Ну, естественно, меры предосторожности, там санитайзеры, и она всё будет... Ага. Ну, то есть я имею в виду, что можно попасть в эту студенческую среду, а не то, что ты там в своей ячейке где-то и только онлайн выходишь на лекции. Ну, это мой идеальный вариант, в своей ячейке выходить на онлайн лекции, да, это просто идеально для меня. Ага. Хорошо. Хорошо. Но вот смотри, у нас университеты, ну, это я как лектор сейчас говорю, они очень сильно опасаются, что из-за того, что образование становится онлайн, многие не захотят платить, потому что деньги-то за них берут. Вот как за нормальное образование, полноценное, и получается, что будет большая просадка. Вот мне интересно, среди твоих друзей, есть кто-нибудь, кто сказал, а я, пожалуй, возьму, там, перерыв на год? Ну, грубо говоря, онлайн этот год пропущу, потому что не хочу платить деньги за онлайн учёбу. Ну, перерыв у нас, насколько я понимаю, никто не берёт, но я знаю, что многие подавали петицию в государственное учреждение, то, что верните нам деньги за последний семестр, потому что... А, ну, это не то, за что мы платили. Вот, и я как бы смотрела дебаты вот эти онлайн, и, в принципе, то, что не вернут, потому что нужно платить зарплаты, то есть, в принципе, это то же самое образование, но онлайн, то есть, тут как бы ничего не сделано. Нет, ну, тот год, ладно, он, как бы, всех просло, а вот сейчас то, что грядёт, то есть, ну, у нас, например, люди могут там уходить на практику куда-то, либо, ну, вот, академ везде всегда можно взять, если есть какие-то причины, ну, в текущих условиях, конечно, причины могут быть у любого. То есть, вот вопрос, есть ли у тебя кто-то из знакомых, кто говорит, так, я пропущу этот годик? Нет, нет. То есть, все так и пойдут продолжать? Нет, все пойдут, но я знаю, что, в принципе, как по статистике Великобритании, так что, ну, так у меня есть инсайт в этом всём, намного меньше людей поступают сейчас в университеты. Ну, те, кто идут на первый курс, для них это, конечно, да. Да, ну, а так, я не знаю никого, кто перерубил. То есть, вы все прям нормально дальше, ну, ладно. Ну, кого я знаю. В новом режиме. Да. Ну, ладно. А расскажи, как вот в целом, то есть, у тебя сейчас вот этот учебный год прошёл? То есть, как у тебя впечатление? Это то, что ты ожидала? Ну, я не знаю, какие-то комментарии можешь сказать, вот наблюдения какие-то, что для тебя оказалось сюрпризом на втором курсе? Ой, не знаю. Стало ли легче учиться там? Нет. Сдружились ли больше там как-то? По поводу сдружились, да. По поводу того, что сложнее, сложнее, но с другой стороны легче, потому что я уже знаю, с чего от меня ожидают. Я знаю, как правильно и хорошо учиться, именно эффективно. Я уже, ну, то есть, я понимаю, что от меня хотят. На первом курсе материал был сам легче, но при этом для меня всё было новое, и поэтому как бы непонятно. То есть, но по материалу, естественно, намного сложнее. То есть, я помню первые лекции, я думаю, ну всё, сейчас расслаблюсь, и там сразу, типа, от всего ряда на 7, я думаю, что... А какие у тебя сейчас любимые предметы вот на втором курсе? И какой нелюбимый самый? Ну, первый семестр у нас все были обязательны, на втором семестре один обязательный, два по выбору. Мне очень понравилась modern physics, то есть, современная физика, там, в основном, квантовая физика была. Это очень-очень сложно понять, это... у меня мозг потеет. А чисто теория или там были какие-то лаборатории? Нет, у меня лаборатории вообще не было в этом уровне. То есть, я... можно было выбрать, но я не выбрала. Потому что я нормальная человек. Вот, и квантовая физика очень сложна с точки зрения математики, и вот это всё, но это очень интересно. Мне, наоборот, нравится, когда прям сложно и интересно. И вселенная, наоборот, кстати, то, что я люблю, обожаю, для меня это было не то, чтобы... Ну, то есть, естественно... А что это за предмет вселенная? То есть, вы просто как в теории изучаете, ну, грубо говоря, что известно про устройство нашего мира? Ну, это как бы, мне кажется, introduction. То есть, за полгода ты изучаешь всю базу из космологии и астрофизики, и мы начинали о том... Ну, там, классификация звёзд, не знаю, чёрные дыры там. Ну, то есть, первая лекция по того, как определять, ну, расстояние, вот это всё, потом эволюция, ну, то есть, планеты, эволюция звёзд, галактики, космология, антропный принцип, всё такое. И тебе показалось, что слишком теоретически, в смысле, общо как-то или что? Нет, очень-очень было интересно, но я просто это знаю. Я просто, да, это очень много этого изучала, поэтому, наверное, 70% информации, я это всё знала. Поэтому, в принципе, вот так вот. Ну, а смотри, вот если бы тебе сейчас пришлось выбирать курсовой проект, вот как в России это понимается, да, ну, или там дипломный проект, то какую бы ты хотела тему? Ну, вот если нужно начать касаться науки, то какой вопрос ты бы хотела исследовать? Ну, у меня, например, мы должны были писать несколько работ, то есть, там тоже так, выбирайте, что хотите, вообще всё. Я писала про первичные чёрные дыры, у меня постоянно что-то чёрные дыры всегда, именно. Ну, опять же, вот сейчас будет теория относительности общая на втором курсе, на третьем, и вот, мне кажется, после этого я точно уже буду понимать, что конкретно мне нравится. Ну, мне, если так общая, мне нравится больше космология, именно Вселенная, как в целом. В целом это очень общо, то есть, вот на какой бы, грубо говоря, есть ли у тебя какой-то вопрос, вот в чём бы ты хотела разобраться там? Ну, та же тёмная материя, тёмная энергия, ну, это может быть стыковка, о, кстати, да, стыковка квантовой физики и теории относительности, то есть квантовой... Вот, это ты замахнулась так неплохо. Ну, тут вот квантум-гравитация, то есть квантовая гравитация, наверное, называется по-русски. Вот, то есть, да, стыковка, когда unified theory, когда нужно объединить гравитации. Ну, тут ты прям так, да. Ну, то есть, это да, это мне очень интересно. Нам Нобелевку претендуешь. Молодец. Не, ну, правильно надо браться за большие вопросы. Ну, да, в принципе, тут такое вот мне нравится. То есть, кому-то больше нравится исследовать эволюцию звёзд, всё такое. Это интересно, но мне больше нравится именно космология и квантовая физика на стыке. А как тебе настроение твоих однокурсников? Кем они хотят работать, пойти после физического факультета? Ну, у нас многие, ну, не многие, но одна треть примерно людей просто хотят обучиться для корочки. То есть, вообще неважно, первый, ну, то есть, пять, четыре просто пас сдал, и тогда можно идти куда-то вообще, в принципе. Это такие большинство? Нет, ну, треть, может быть, не знаю, но другие хотят идти там, то, что касается инженерии, defense, то есть, оборона, радары, ну, где нужна физика. Некоторые хотят finance, то есть, финанс, банки, всё такое. Некоторые, но меньшинство хотят пойти в PhD, дальше в академию, но их меньшинство, особенно с каждым годом, становится всё меньше и меньше, они понимают, что это очень тяжело, и это, поэтому, не хватает баллов, то есть, понимают, что они не осиливают на пять. Ага, ну, а твой настрой какой? Всё так же, всё в академии, всё в аспирантуру, всё, да, наука. Ну, а у тебя есть какие-то вот ближайшие друзья, единомышленники, кто вот с такими же тоже стремлениями, там, вот с кем бы ты обсуждала, что, а вот я туда хочу, а я вот это вот, тем-то заниматься? В моём кругу друзей, наверное, Джек только. Один человек? Да, он тоже. Ага, ну, и вы однокурсники, да? Ну, мы в одном доме живём, мы постоянно. Нет, ну, я имею в виду, что вы и изучаете те же вещи. Ну, да, примерно так же. Ну, я очень мало людей у нас хотят, потому что понимают, что это очень тяжело, и при этом большой конкурс, и всё такое, и деньги в индустрии все, поэтому мало людей хотят. Ну, мне хорошо, меньше конкурс, так что, пожалуйста. Не, я думаю, что желающих-то много. Ну, я даже подходила, например, у меня много, ну, просто я общаюсь с таким кругом людей, которые, типа, пятёрки они и всё такое. С ботами. Ага. Хорошо. И я их специально спрашиваю, у тех, кого оценки выше, чем у меня, я спрашиваю, а куда ты хочешь пойти? Он говорит, ну, там, дефенс, то есть, оборона, радары. Ага, ну, ладно, иди, короче. То есть, главное, академия так же, вы конкурент. А ты можешь очертить, вот, чтобы ребята понимали твою программу обучения, то есть, вот сколько лет тебе ещё нужно учиться, и в какой момент у тебя по плану, вот, ты должна заниматься, там, дипломной, вот, когда у тебя курсовая начнётся? Ну, я на полпути, то есть, прошло два года, осталось мне ещё два года, и я, ну, буду магистром. Да, Катя мастера получит за четыре года. Да, а если бы я пошла на бакалавр, у меня бы вот этот последний год был, третий курс. Вот, ну, диплом мне писать нужно на последнем семестре, то есть, четвёртый курс, последний семестр. Даже не весь год? Нет, последний семестр. Ух, слушай, а у нас в универе хотя бы год последний. Да? Да, у нас прям весь год. В Великобритании? Да, да, вот здесь вот. Нет, у нас... Ну, это правда, я про бакалавров говорю, то есть, у них, получается, вот, весь третий курс... Нет, бакалавр тоже только полгода. Да? Да. Обалдеть. Не знаю. Ну, у вас, правда, настроена индустрия. Да, да, да. И у нас прям, вот, четвёртый курс, первые полгода у нас можно выбрать любые предметы, у нас нет обязательных. Ну, скорее всего, это будет какая-нибудь опять теоретическая физика, там, ну, всё такое. И уже вторые, ну, в следующие полгода это просто писать. Ну, я тебе рекомендую прям сильно пораньше, я думаю... Да я уже буду завтра писать. Мы-то с Катей пообщались, я и говорю, что что ты ждёшь? Пиши профессорам, начинай заниматься наукой, а то там получается, что... Нужно подавать, если вот в аспирантуру хочешь, примерно за год заявку. А что ты там можешь написать, если ты даже ещё наукой не начал заниматься? Да. Вот, поэтому, конечно, нужно пораньше с профессорами связываться. Ну, Ана, хорошо, Кать, спасибо тебе большое за твою историю. Что же? Ну, а ты ещё что там? Ничего, можно. Катерина, вот про финансовую составляющую расскажи, наверное, многим зрителям будет интересно. Вот сколько тут обходится жить в Англии? Ну, вот так в формате студента. То есть, какой у тебя бюджет в месяц и сколько на что примерно уходит? Ну, если начинать с образования, то есть университет стоит где-то 15-16 тысяч фунтов в год. И это ещё как бы, ну так, нормально, в среднем. А потом на дом мы делим его на 4 человека, он стоит 400 фунтов в месяц человека. Ну, то есть, 400 фунтов, и плюс в месяц, наверное, уходит где-то 300 фунтов на еду, на всё, на всё-всё-всё. Где-то так, 700. Хорошо. А ты нам можешь сейчас показать дом? Могу. Как ты это живёшь? Я, кстати, этого раньше никогда не делала, нигде не показывала. Ну, хорошо, сейчас давай проведём съёмку. Ну, давай, показывай, что у тебя тут есть. Зал. Так, давай сначала с сада начнём, покажи. У тебя очень чудесный садик тут. Вон, посмотрите, такая стена, прям вся стеклянная. Очень приятно в комнате находиться. Да, тут можно как бы открыть полностью эти ка... Ага. На улице. Да. То есть, я как гуляю обычно. У меня там есть рабочий стол, но я как бы на улице, но при этом нет, и я одновременно гуляю. Ага. Ну, и вот так вот у тебя тут... То, что в английских учебниках у нас назывался «бэкьярд». Да. А, так, кусты. Но кружовника нет, я смотрю, чёрно-смородина. Да, не знаю, там что-то растёт, я как-то... Ага. Серьёзно, очень пугливый. Не, я его приучила, чтобы... Стань, ты будешь, будешь. Худой? Его зовут Чепот. Чепот. Потому что у него написано наше имя. Ага. Так, давай комнатку покажи нам. Катя, общую комнату, зал забрала себе, да, вот у неё этот рабочий стол. Потому что никто здесь всё равно не сидит, поэтому здесь, как бы, этот каунш, мелья, для того... Диванчик. Диван, да, вот этот античный стол, который сваливается не будет. Я купила сюда вот этот вот стол, чтобы заниматься, потому что когда был карантин, я не могла постоянно сидеть там, во втором этаже, где моя комната. Поэтому мне хотелось как-то поближе к природе, к птицам, не знаю, вот, поэтому здесь я по всему занимаюсь. И, да, вот, и это ёлка наша, которая стоит. Ага, не рубите зелёные. Ну ладно. А покажи дальше, что, как выглядит этот домик за 1600 фунтов в месяц. Это кухня, она довольно-таки просторная по меркам в Британии, вот, так что, ну, кухня чего-то здесь. Ну, всё, что есть, то было, как бы, раньше. То есть холодильник, у каждого есть свой, ну, свой этот шкаф, у меня этот шкаф. Ага, полки подельные, да. У нас так же было, когда вот я с ребятами жил в аспирантуре. Да. Ну, вот, ну, и вот эта вот интересная плита, и это духовка. Ага. В общем, здесь эта штука отлетела, и мы не знаем теперь, где какое, сколько градусов. А-а-а. Поэтому мы так, ну, типа, долго. Понятно. Ну, давай, Даша, что там, где вы обитаете? Нет, здесь, ну, как бы, коридор, можно так сказать. У нас вообще два туалета на четыре человека. И это очень круто, потому что обычно... Да. Ну, конечно, с утра там аншлаг. Да, обычно, да, это вот один туалет с душем. Да, довольно компактное помещение. Ну, вот тут видно. И американский стиль, и европейский. Да, ну, это прям мы принципиально так искали, потому что у нас три мальчика и одна девочка. И как-то хочется разграничивать. Вот. И это прям очень редкий случай. Ага. А комнату можешь показать? Да, сейчас. Я тут раскипирую, да? Здесь одна комната. Здесь живёт один человек, но он сейчас тут не живёт. Он домой ехал. Ну, это в Канаде. Ага. С улицы. Да. Вот. Тут ещё можно сюда зайти в этот садик тоже. Да, выход в сад. Обычно можно велосипеды там оставлять, но у нас их нет. Это вот лестница наверх, она очень по-английски, потому что скрипит. Да, и с ковролином, да. С ковролиной очень такая узкая. Но когда бабушка сюда приезжала, она, как вы тут ходите, я подумала. Вот. Это моя комната, она самая большая. Ага. Потому что девочке можно многомест. А платите все поровну, да? Обалдеть. Мы когда жили, у нас всё-таки, как бы, тот, у кого была самая большая, платил побольше, чем остальные. Нет, у нас так, да. Вот. Ну, в общем, кровать стояла раньше вот посередине, я её спинула, чтобы тут было больше места. Вот. А лампочки, это вот тебе для Ютуба или у тебя новогодняя атмосфера? Мне, в принципе, всегда так. Ага. Вот. Так что у меня, я этот свет вообще не пользуюсь. То есть вечером я вот эти вот лампочки включаю. Просто такие затемнённые, чтобы саркадные, ну, вот эти вот три и два не спивались. Ага. Мелатонин, чтобы вырабатывался. Вот. Ну, это моё ещё одно рабочее место. Угу. Основное. А, так. Ну, зеркало. Это я покупала. То есть вся мебель была уже здесь. Угу. Вот. Это маленький шкаф. Маленький. Шикарный. Слушай, такие комнаты не у всех студентов. Да. Да, это, на самом деле, большая комната. Даже у вас в доме, да? Вот. И здесь, в принципе, это вся моя коллекция обуви. Это всё, что у меня есть. Ну, ты модница. Ну, чё, у меня это на зиму, это здесь. И это на случай, если на выпускной. Я их два раза надевала на выпускной, и всё. Во. И также вот тут у меня интересная штука. У меня есть бутылка. Клянина. А где ты взяла? Ну, подари. Да? Да. Я думал покупать, но там, типа, там, из Штатов за, там, что-то, 60 долларов можно заказать. Ну, по-моему, это даже на Амазоне продаётся. Ага. Дёшево. Да, в общем, это моя бутылочка. Клянина. Я тоже себя думал завести. Есть ещё вот такая штука. Тут солнечная система. Угу. Не видно, наверное. Ну, не, видно, видно. Да, у меня тишат. Хорошо. Вот книги мои всякие. Книги, да, я смотрю, у тебя прям на русском. Да, вот это, кстати, книга. Теория относительности, она написана вместе Moscow. То есть, по-моему, тут как раз-таки, ну, то есть, русская и британская. Здесь это половина на английском, половина здесь на русском. Поэтому... Ну, класс. Да, это тоже мне подарок на день рождения. По-моему, тут Баумент, я не помню. Вот. Ага. Осень. А, не Баумент. У меня всё... А, чего ещё интересненького? А вот это посняло, то вообще, как бы... Это? Ну. Ну, да. Ну, вот это ЮН-4. А этот мне прислал Кепторн, то я сам Тукатя Осипова. Да, да, да. Это ты у меня в одном из предыдущих видео показывала. Ну, да, 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 да. Вот, а здесь, как бы, ещё три комнаты. Здесь туалет мальчиков. А-а. Здесь, как бы, ничего необычного, просто туалет. Ну, да. Ну, да. И душевая. Ну, да. Угу. А-а, и здесь у нас ещё два человека живут. А-а, вот Джеймс, он уехал. Ага. Но это его комната. Вот здесь живёт один из людей, человеков. А-а, ну, вот, мне кажется, такие, в принципе, комнаты. Ну, да, то есть буквально вот там кровать, стол и, в общем-то, всё. Ну, да, то есть кровать, такой небольшой стол, всё. Угу. Вот так. Вот, и там ещё один человек живёт, но мы его не будем беспокоить, потому что, да, всё. А Джеймс не против, что мы там, это типа... Ну-ка, ну-ка. Я бы сказал, что это, я бы сказал, повезло Кате. Да. Потому что, ну, то есть это не очень дорого. Там в Лондоне или там где-то в Кембеджи, в Оксфорде. Вот за такие деньги всё-таки у вас будет поскромнее жильё. Ну, пока. Всем-всего самого замечательного. Спасибо. 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 Продолжение следует...